Детская киностудия «Поиск» работает в Новосибирском академгородке практически полвека. Много всего интересного и необычайного произошло в ней за это время благодаря ее создателю и руководителю Петру Ивановичу Анофрикову. Но главными действующими лицами в ней всегда были дети. Когда-то они показывали мультфильмы в импровизированном кинотеатре на колесах «Старый троллейбус», а позже сами стали их делать. Студия «Поиск» оказалась в эпицентре движения по созданию детских студий анимации. Вот уже 18-й раз под Новосибирском прошел фестиваль детских мультфильмов «Жар птица». Первая категория – это чайники. Не петь, не рисовать, что называется. У нас есть чайниковые мамы. Они их там собирают, начинают с ними работать. Вот за неделю они должны снять фильм вместе, да, и показать его на закрытии. Следующая категория – «Самовары». Для того, чтобы самовар закипел, там вода закипела, у него все есть. Следующая категория – «Заварочники». Это те, кто вокруг себя еще запускают студии новые. И последняя категория – «Титаны». Это наши мастера, это вот профессиональные мультипликаторы, которые могут, так сказать, объяснить. За все время проведения фестиваля в нем приняли участие тысячи детей из разных уголков страны. Десятки тысяч познакомились с искусством мультипликации на экскурсиях в студии «Поиск». К сожалению, сейчас у студии снова нелегкие времена. Только-только из гнилого барака они переехали в помещение Дома культуры «Звезда». Сделали там ремонт, как здание снова вернулось к прежним хозяевам, а студия оказалась практически на улице. Теперь они получили помещение в три раза меньше, чем у них было, и сотрудники пытаются приспособить его для своей работы. В то же время рядом находится помещение бывшего детского садика, в котором сейчас работает военный суд. Мало похожее на учреждение юстиции, оно идеально подошло бы для детской студии. Так или иначе, и дети, и педагоги достойны лучшего. Понимает это и в союзе кинематографистов. Дело в том, что их просто выселили из помещения, которое им когда-то дали. И в Новосибирске вообще должно быть, наверное, стыдно, если это так останется. Я думаю, что это все будет исправлено. Сколько детей туда ходило, ходит и собираются ходить. И если это все скукожится, как шагреневая кожа, это, конечно, будет несправедливо. Поэтому хочу пожелать Петру Ивановичу, чтобы стойкости ему хватало, и, так сказать, в его борьбе, и буду тоже всемирно помогать. За время существования студии из ее стен вышли тысячи детей. Кто-то из них работает в кино или на телевидении, или даже в мультипликации. А все остальные просто провели свое детство в атмосфере творчества и содружества. Благодаря Петру Ивановичу Анофрику, у которого сегодня юбилей.